Музыка 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 Кидокомпания не так добко Представляет Лечерние хедшоты Или для кого подойдет Лайн оф сайт Приветствую вас Леди и джентльмены, другие подруги С вами Рокутагин И я думаю Пришло время вновь Устраивать смотры по играм Как в старые добрые времена Теперь эта рубрика будет называться Пробный нагиб И рассматривать мы будем в основном шутеры Я думаю вы одобрите Всем привет, с вами Элис Нет, Кэр, два не будешь подкалывать меня и Серегу С вами Рокутагин Именно так И сегодня я решил рассмотреть достаточно интересный Как я считаю онлайн шутер Бесплатный онлайн шутер Который распространяется через Steam Называется он Line оф сайт Действительно Интересный проект Интересный Хотя бы графическая составляющая Заходишь И в целом вы знаете приятно Обратите внимание на модельки На модельки оружия Модель оружия очень хорошая Прицел правда Ну может быть не супер топ Но голографический Вполне ничего выглядит Вполне годно Как видите Я пока что в одиночку буду биться Против противника Потому что у меня союзников нет А вот все 2 на 2 Отлично Хедшот Детка И так Красава братан С почином тебя Благодарю капитан очевидность Больше бацилла нам домой не носит И так Да ну блин ну Да Давайте разбираться Что этот шутер из себя представляет И что это вообще за шутер Шутер у Этому уже более года Он 2016 года И Это шутер от Собственно говоря Разработчиков Combat Arms Можно сказать что это В чем то и духовный наследник Combat Arms Хотя это как бы ну это только С натяжкой большой можно сказать Отличительной особенностью Line of Sight является то что Здесь кроме Огнестрельного оружия Килл происходит И дабл килл сука Ха 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 Нет Здесь У наших персонажей У нашего персонажа Есть Сверхспособности На данный момент Я использую Способность Самую такую дефолтную Которая дается Вот видите я так быстро Это такой рывок Я быстренько Вот Хэдшот Я быстро перемещаюсь в пространство Телепортируюсь Рокутагин А это точно игроки Что то они больно на ботов похожи Капитан Чувинность Я тебе открою секрет В большинстве шутеров В большинстве Большинство игроков Они в принципе от ботов Не сильно отличаются Это реально так Да Эммм В лучшем случае они умеют стрелять И еще иногда Редко сука Они соображают Вот Ну это как бы так Так что все нормально Да А в каком Каком шутере Игроки не будут ботами В каком Назовите мне хоть один Нету такого В любом шутере В абсолютно Да все всех Что там говорить В любом шутере Большинство игроков Ну или половина может быть Это боты как бы Это нормально Это не так уж и плохо Хэдшот Иначе как бы Эээ Какой интерес был бы Какой интерес был бы Он научит тебя играть Научился ты играть И Будешь играть со всеми на равных Это не интересно как бы dellal being А чтобы нагибать Надо чтобы Или боты Да Ну вы вы сами все знаете друзья Вы же Вы же Даже кто ещё не научился Вы же Хэдшот Вы же мечтаете Что вы будете бегать Так и хэдшоты раздавать Нальрево направо А если у вас будет равный Соперники Дайк хертоzyka плавав engineer ? То есть что shall боты обязательно должны быть вот ладно не будем отвлекаться и так лайну сайт как вы видите стрельба очень хорошая добротная такая стрельба мне абсолютно нравится как тут и оставляет оружие сука да отдачи здесь очень простая простая мне нравится это не counter-strike это не варфейс тут нету какой-то бешеной отдачи отдачи грамотная зажимаем тянем немножко вниз все хорошо либо стреляем отсечками либо быстро по одному патрону и все нормально все прекрасно залетает никакого геморроя ничего придумывать не надо никаких там ухищрений магросов и так далее все это здесь не нужно здесь очень просто нагибаешь стреляю все по одному патрону либо зажимом и все великолепно получается поэтому что касается отдачи вот механики стрельбы у меня никаких претензий к этой игре нету вот я считаю это практически идеальный вариант есть оружие достаточно точно стреляет и от бедра и в режиме прицеливания вообще ситуация напоминает такой шутер как скилл special force 2 чем-то напоминает данная игра по стрельбе скилл хотя все-таки скилл там вообще практически разницы нет что от бедра стреляет что стрелять в режиме прицеливания здесь все таки режим прицеливания существенно помогать я заметил он действительно повышает точность текущность стрельбы кстати наши пока что мы хорошо очень лидируем рвем противника команду противника уверенно уверенно прямо скажем идем а у них пока что явно не получается делать то же самое и собственно это радует эту я добиваюсь нагнуть чтобы все было тихо 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 гранаты тоже гранаты очень хорошо вы знаете что самое интересное здесь гранаты прям показывается тарик тот траектория их полета и в целом здесь не надо какого-то обладать каким-то особым искусством можно в любую дырку как бы в любую любую в любое помещение в любое отверстие закинуть граната просто прям прикидываешь как она туда залетает и когда тебе показывает что гранат залетит именно по таким углом тут все получится то есть здесь метать гранаты очень легко очень легко метать гранаты в этой игре вообще что касается управления стрельбы метания гранат все достаточно казуально все просто даблки я считаю что это правильно то есть в этом плане и игра очень очень прямо гостеприимно гостеприимно к новичкам но как вы понимаете какая бы ни была простая казуальная стрельба в любом случае опыт он всегда отделяет новичка от опытного игрока ну просто колоссально и хедшот получается именно так что касается наверное очень важного параметра на котором сейчас я буду говорить это кастомизация оружия кастомизация оружия здесь в этой игре она просто она феноменальна она фантастична очень много всего можно делать кастомизация просто фантастическое что можно какие обвесы на оружие сделать да и самих видов вооружения много то есть такой знаете добротный free-to-play в плане оружия все хорошо выбора много разнообразие много обвесов много всяких штучек брючек прибамбасов в этом плане ну реально круто круто действительно приятно минусом относительно ну может это не минус в общем то так ну такой средячок это модели персонажей как видите они здесь все таки немножко они не дерганые как каком-нибудь скажем кросс-файр или ставят старом point blank да здесь нету такого прямо топорных таких моделек и их анимации но все таки скажем это не уровень того же warface там call of duty и так далее все таки немножко немножечко как топорно все это сделано и анимация такая специфическая прямо скажем привет это год-то где-то 2010 вот а на дворе когда вышла игра уже был 2016 ну годно годно скажу так по моделькам годно сойдет я бы сказал не сказать что прямо очень круто нормально нормально пусть живет не будем за это пинать эту игру и и наверное похвалив действительно кастомизация оружия похвалив в целом динамику тут с этим все в порядке надо перейти к минусам и вы знаете я могу сказать что на данный момент кстати по поводу доната в игре есть донат но все то что можно получить за донат здесь донат это кристаллы такая валюта можно получить эти кристаллы просто игра да если вы много играете ну в общем то это типичный подход free to play да то есть как бы либо ты донатишь и получаешь все как бы но более просто либо есть вариант быть практически таким же сильным ну почти таким же сильным как донатер ну не то что сильным да там разнообразие там и быстрее все это открывать но надо задротить надо задротить в принципе я думаю тот кто реально будет задротить для него не проблема может даже шибко не донатить может какие-то пару ускорителей взять там еще чего-нибудь и все товара кстати хватает я не шибко углублялся в это поэтому скажу самое главное самое главное что в шутере это онлайн и вот здесь к сожалению все печально прошел год а в игре не так уж и много игроков я вам скажу душевно хорошо зашло на мозголом капитан очевидность есть такое вот так вообще нормально идет давай опа дабл киу сука зажим листы пошел да блин давай еще пожалуйста закон подлости да но мы продолжаем я думаю что наш противники уже вас не догонят отрыв практически полторы тысячи очков это реально сильно да онлайн ребят онлайн ну печально честно так в случае я играю ночью да может быть днем еще более-менее но ночью буквально там несколько комнат сейчас это не полных то есть как вы видите командный бой как правило режим наиболее популярны в шутерах платных или бесплатных неважно и здесь больше всего народа обычно здесь маловато маловато действительно маловато людей то есть буквально за год игра которая в принципе обладает неплохим потенциалом растеряла большую часть своей аудитории вот чем это связано ну а кстати похоже но я думаю скорее все таки это какой нибудь донатят титане местно ну типа такого да есть другие проекты просто понимаете есть платные проекты есть не очень дорогие платные проекты а-ля контер страйк сам сейчас папк тот же но все-таки не две не три тысячи рублей так что ну доступно более-менее да там в районе тысячи всегда можно куть игру многие могут себе позволить купить есть тот же warface то есть игра хорошая ребят реально вот если с тем же warface сравнивать я бы не сказал что у как бы ну это вообще отстой то есть нет понятно чтобы быть более высокого уровня шутов все более круто но вы знаете тут тоже очень ну достойно ну приятно а вот реально мне очень приятно играть вот так вот я не могу сказать просто приятно кстати сетевая часть тоже тут хромает тут спиной бивает жопой там еще как то есть обычное дело поэтому недостатки это очень низкий онлайн очень низкий ну очень прямо низкий то есть очень там не знаю ночью можно там десятки несколько десятков людей всего играет в эту игру и конечно же сетевая часть сетевая часть действительно хромает много всяких каких-то непонятных багов лагов такие как бы убивает спиной жопой еще как угодно опаньте при этом много плюсов спецспособности которые как ни странно очень хорошо смогли вписаться в геймплей не мешают даже наоборот ну действительно приятно прям разошелся силушку почувствовал молодец все как дома тут хэдшоты мозголовые прикольно реально очень душевная игра ребят но для кого она она знаете она просто вечерком вечерком посидеть и вот так побегать можете вот скачать реально в стиме набирайте название игры скачивайте просто поиграйте она такая вечерком ненавязчиво так после всех там дело не знаю хэдшотики поставить игрокам того же warface да и вообще там на всем кто кто-то страйк играл неважно вот всем понравится она действительно очень так очень простая достаточно казуальная понятно интуитивно то есть здесь ничего сложного здесь во время обучения еще вначале все объясняет что и как донатить здесь ну как вы видите в принципе не обязательно что-то нагибается и так хорошо хотя тут со мной и высокие ранги вроде играют то есть две минуты осталось все акилл пошел дабл килл мульти килл душевно то есть донат может он где-то и решает но в основном вот на таком паблике на командном бою особо не решает никаких особых требований к вам игра тоже не предъявляет все просто все доступно все понятно игра для расслабления думать о каком-то серьезном качи вашего аккаунта и так далее здесь наверное все таки не стоит неизвестно сколько игре осталось жить мы будем правильно правду говорить но попробовать можно попробовать игра очень-очень приятная так да да душевно лучшая игра ркутагин леди джентльмены другие подруги я надеюсь вам понравился пробный нагиб в данной игре и хочу заметить что я жду ваших предложений пишите в комментариях к этому видео какие еще игры особенно фри-то-плей и шутеры именно шутеры у нас будут в этой рубрике вы хотите чтобы я рассмотрел и сделал по ним подобные пробные нагибы но а так в целом с вами был ркутагин и игра под названием line of sight в которую серьезно рубиться может и не стоит но по вечерам хэдшоты поставить в самый раз будет и если видео вам понравилось то ставьте лайки яйки чешите вступайте в нашу армию и конечно же нагибайте всех увидимся с вами нагиб